Хочу поделиться словом, которое Господь дает нам о признаках последнего времени. Говоря о явных признаках пришествия нашего Господа Иисуса Христа за Церковью, я хотел выделить хотя бы несколько. Первое – это повсеместная проповедь Евангелия. Второе – тотальное отступление от истины, ее искажение и в формах, и в проявлениях. Третье – свирепствует сатана, зная, что немного осталось ему времени. И четвертое – грех становится более хитрым и более изощренным. И пятое – очень важное – чтущее Бога, своего Бога, все более и более усиливается и успешно действует. Я искрен рад, что Господь нас с вами, верю, относит именно к пятой категории. Чтят Бога, усилились и действуют. Разве не об этом говорит пророк Даниил в 11 главе? С другой стороны, друзья мои, мы живем и в период, и в стране очень резких контрастов. Я говорил об этом в одной из последних программ наших эфиров на «Импакте», о том, что несколько лет назад, об этом вы, кстати, знаете, впервые в истории Америки духовно опустившаяся на дно демократическая партия сделала навстречу свой шаг, шаг навстречу тому, что явно ненавидит святой Бог. Якобы имея в своих руках Библии, даже бормоча зачастую себе под нос молитвы, отчинаж, христиане явно и сознательно делают то, что приводит к гневу Божий на этот народ, на эту нацию. На сегодняшний момент та же самая партия в своей предвыборной платформе совершенно, друзья, вдумайте, совершенно выбросила всякое упоминание о Боге. И, кстати, этого богообступникам показалось мало. И тогда же, несколько лет назад, они узаконили то, что явно ненавидит Бог. А именно, это однополый союз садымлян. Какое безумие! Тогда же в истории Америки чернокожий президент потребовал буквально легализацию однополых браков и легализацию абортов, вдумайтесь, для несовершеннолетних. Удивляет, кстати, даже не это. Об этом, кстати, апостол Павел говорил в Святом Слове. А манщики будут преуспевать, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Удивляет так это то, что 95% чернокожих американцев, являясь членами церквей, до пены на устах кричат, что тот их президент был поставлен Богом, как мессия для Америки. Какое безумие! И на сегодняшний момент они требуют низвержения памятникам основателям этой христианской нации, отцов нации. А взамен на их место требуют постановки памятника бывшему их чернокожему президенту. Какое безумие! Удивляет сегодня то, друзья, что известные даже христианские лидеры в открытую агитируют за избрание следующего президента, человека, который в открытую, буквально в открытую выражает свою симпатию, даже свою любовь к садомлянам, также говорит о важности абортов в Америке. Кстати, это и не мудрено, так как в прошлом он был правой рукой этого прошлого президента. И на днях этот же самый сомнительный персонаж заявил, что он очень сожалеет о том, что в школах Америки не учат религии и ислама для наших детей. И, став президентом, он исправит, видите ли, эту явную ошибку. Какое безумие! Мне вспоминается событие в книге Судей, когда Божий народ отступал от Бога и делал такие грехи, как Писание говорит, какие не именовались даже у язычников. И тогда же Господь в ревности своей допускал опустошителям угнетать отступивший народ, уводить их в плен, нищенствовать, в надежде, что в скорби своей они обратятся к Богу в покаянии. Что-то похожее, к сожалению, ожидает этого некогда Богом благословенную нацию. В прошлом, вы знаете, основано на принципах Священного Писания. Меня до глубины души буквально удивляет следующее. А где же служители? А где же открытая позиция церкви? Ответ я, кстати, нашел, так как и вы находите в 72-м псалме. Написано, оттого гордость обложила их и дерзость одевает их. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои. Ха, написано, потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог. Написано дальше, «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут». Обрати внимание на то, что говорит Писание. Удаляющие себя от тебя гибнут. то есть народ его сознательно и осознанно удаляет себя от него, даятеля жизни. Дойти до того, чтобы отодвигать, отодвинуть себя от своей семьи, свой народ, свою страну от того, кто дает нам право на жизнь. Разве это не трагедия нации и государства? С каждым днем все отчетливо и отчетливо звучат слова из книги Откровения. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее. Господи, помилуй, прости, исцели нас и исцели нашу землю». Друзья, я не призываю выходить из анаглоязычных церквей или покидать пределы Америки в поисках запасного аэродрома. Об этом вы должны просить совета у Господа в ваших молитвах. Я призываю вас к чистоте, к святости, к следованию за нашим Господом Иисусом Христом. Призываю быть бдительным, бдительным, бодрствовать во всем. Что бы мы ни делали, бодрствовать, уповая, доверяя Богу и Его Слову, зная, что очень скоро Господь наш придет. Будьте благословены. подключены. Продолжение следует...